Всем привет! Меня зовут Новомин Коллег. Я занимаюсь строительством каркасных домов и крыш. Сегодня я хотел вам рассказать о нашем новом объекте. Это каркасный дом. Дом большой, одноэтажный. Длина его 28 метров. Ширина 9 метров. Плюс по всему периметру идет терраса 1,20 метра. И со стороны входа терраса 3,60 метра. Заказчиком у нас является наша давняя знакомая. Несколько лет мы с ней сотрудничали. Зовут ее Екатерина. По профессии она архитектор и дизайнер. Вот она решила построить себе дом. И мы ей в этом помогаем. Расскажу за дом. Дом у нас по задумке. Вот большая терраса. С этой террасы потом будет идти мост. Мост к входу во двор. Там будет два гаража. Хосблок. Потом болерная. В общем все эти дела. Это для того, чтобы допустим зимой с террасы только из мостика снег убрал. И можно было пройти к гаражу. Дом. Дом у нас как бы состоит из двух частей. Вот одна часть дома. И вторая часть дома. Там у нас будут спальни, душевые кабины, гардеробные. Вот одна большая комната будет посередине. Она будет с двойным светом. А вот эти две стороны, вот эти две части дома. Будут мансардные этажи. И связывать их между собой это будут детские мансардные этажи. И через вот эту большую комнату их будет, ну которая с двойным светом, будет связывать мост. Вот еще задумка какая. Вот по этой стене и по вот этой вот у нас будут идти большие витражные окна. То есть когда солнечная погода, они будут закрываться там жалюзи из террасной доски. Тоже там елочка, они так идут. Будут закрываться все эти окна этими жалюзями. Когда хозяева будут уезжать, допустим, из дома, эти жалюзи сдвигаются и закрывается жалюзями вот эта ниша. То есть если погода не солнечная, одну створку жалюзи сдвинул, и будет уже вход под козырек, как бы окна закрывать не надо. Но это мы вам покажем потом, когда уже будем делать внешнюю отделку. Так, пойдем дальше. Сегодня третья неделя, как мы сюда заехали, на этот объект. Что мы сделали за эти три недели? Ну вот провели коммуникации. Это уже электричество будет у нас. И водопровод. Сняли плодородный слой почвы. Застелили геотекстилем. Засыпали гравием. Положили балки. Балки у нас 200 на 100 миллиметров. Причем мы их вот стянули шпильками через одну. Одна идет одинарная, одна двойная. В плах у нас будет 40 сантиметров утепления. Вот, потом снизу мы подбиваем доской. Кладем USB. И 40 сантиметров утепления. Доску, которую будем подбивать снизу. Мы пропитали сагуш. А, сагус это на основе хлора, там отбеливающая. Это как будет биозащита. Вот, разложили обвязку. Вот уже разметили под стойки. Что касается стен. Внешние стены у нас будут стойки 150 на 50 миллиметров с шагом 40 сантиметров. То же самое внутри стойки 150 на 50 сантиметров. На внешней стене у нас будет двойное контурутепление. То есть мы с внешней и с внутренней стороны еще будем набивать шагом 58 сантиметров брусок 50 на 50 миллиметров. И еще будут стойки закрываться с каждой стороны по 50 миллиметров утеплителя. То есть утеплителя в стенах у нас получится 250 миллиметров. В полах 400 и в кровле 350. Вот, что еще? Балки, мы их как положили, мы их не обрезали. Мы вот просто, вот идет она шестиметровая, скрутили. Как бы эти куски потом выбрасывать, а так будет крепче. Может быть часто они у нас идут, но у нас была тут такая сложность. Вот у нас идет терраса, вот доска прикрученная, которая выходит на террасу. Ту именно доску, которую мы хотим стелить сюда террасную. Производитель там указывает, что влаги под нее должны идти с шагом 40 сантиметров. Вот уже от этого мы отталкивались. Ну и они у нас тут получились чуть почаще. Как бы ничего страшного, там перерастут материала, но будут крепче. Потому что я, например, не люблю, когда в дом и ходишь как по батуту прыгаешь, там аж звенит пол. Ну и как бы так. Дальше вот мы нарезали, уже подготовили. Завтра будем начинать собирать стены. Нарезали вот каналы, уже собрали. У нас их 24 штуки. Вот каналы, это потом мы вам расскажем, это при сборке стен, они идут на пересечении стен, вот когда стена к стене крепится. Вон ригеля пособирали на двери, нарезали стойки. Высота у нас будет 3,10. Стойки мы порезали по 3 метра. Обвязку внизу одинарная обвязка, а вверху мы будем обвязку делать тройную, 150 миллиметров. Вымачивали мы их, вот сейчас сентябрь месяц, 16-го года, доска потемнела. Мы сделали ванночку, вымачиваем сагус, жидкость отбеливающая. Вот доска становится вся беленькая. Плюс пропитана дополнительно эта биозащита. Я не думаю, что какой-то жут захочет жить в плорке. Она выветрится, потом совершенно безвредная становится. Дерево беленько, чистенько. Вот тоже самое. Стойки нарезаны. Что касается биозащиты. Огни биозащиты. Начали мы вскрывать, вот наверное видно полаган. Дождь весь месяц, буквально каждый день, в лучшем случае через день, все посмывало. Вот доска сейчас еще мокроватая, еще темная, высохнет, она вообще будет светлая. То есть все посмывало. И мы от этого отказались. Решили уже, когда дом поднимем под крышу, когда уже с пульверизатора будем все скрывать огнебиозащитой. Сейчас я считаю, смысла нет. Я не думаю, что там еще дожди пойдут, что там что-то останется из полезного состава. Из полезных компонентов. Ну как бы так, да. Вот здесь тоже лаги у нас идут на террасе с шагом 40 сантиметров. Распорки мы не ставили ставить. Вот только на уголках, чтобы была дополнительная вентиляция. Не закрывать, чтобы вентиляцию. Потому что вот эта часть у нас еще будет под кровлей. А эта вот вся часть большая, она будет открытая. Привезем специальную жидкость для вскрытия. Производитель дает 30 лет гарантии. Будем ею тогда уже обильно вскрывать. Потому что здесь постоянно будет и снег, и дождь. Ну как бы так. Вот здесь тоже вот брус у нас оставался 200 на 100. Решили мы его не скручивать между собой. Тут тоже, потому что будет попадать вода постоянно. Там гниение. Вот мы сделали. Там вот будет вентиляция. Два скрутили. Скрутили вот на эти самые. На шпильки. Ну и как бы так. Вот у нас. Вот видите. Все как стрела. Все ровненько. Все выставлено. Доска, сами понимаете, с рынка вся равнялась. Вот. Ну перепад у нас на доме. На всем этом большом. Вот. Мерили 3 миллиметра. Я считаю, это очень хороший результат. Здесь тоже самое. Мы вот все крепили. Это упора бруса. Вот прокручены. Саморезами с пресс-шайбой. Очень крепкие. Вот. Кто там, по идее, то на саморезы нельзя. Но нельзя на черные. Потому что они, гвоздь идет у нас на сдвиг. А саморез на отрыв. Как бы они хрупкие. Ну вот, если сейчас показать, там у нас есть недокрученные. Два самореза. Сейчас. Вот. Балка держится буквально на двух саморезах. Вот. Я на ней сижу. Прекрасно держит. Если их там еще накрутить с каждой стороны по 5-6 штук. Это будет уже мертво. Ну вот, как бы так. Все, о чем я вам хотел рассказать. Постараемся каждую недельку ознакомливать вас с ходом строительства. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, пишите свои замечания в комментариях. Как бы сделали вы. Ну, мы сделаем так. Делаем так. Ну и все. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok